МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости «Наш день» и в студии Мария Денисенко. И сначала коротко о главном. По южно-сахалинску прокатилась новая волна оцеплений. Горожан беспокоят портфели и мусорные пакеты. Собака работает, обнюхивает данные предметы. Туда, где специалистов по пальцам можно пересчитать, мобильная поликлиника в среду приехала в село Шибунино. По сравнению с тем, что здесь в данный момент присутствовало в Шибунино, я стою и стол поддерживаю коленом, чтобы он не упал. Сахалинцам подарили дополнительный день в году. Завершить ремонт фасадов на Комсомольской рабочие планируют не иначе, как 31 июня. А вы знаете, что 31 июня не бывает? Нет. Чем остров хорош для бизнеса? Креативными идеями обмениваются молодые предприниматели на форуме в областной столице. На Сахалине можно себя реализовывать. Это гораздо проще, чем это делать в больших городах. На Сахалине не спадает волна паники. Утром в среду бесхозный мешок был обнаружен во дворе дома номер 161 по Комсомольской. Бдительные граждане подняли по тревоге все экстренные службы. На место приехали спасатели, сотрудники ГИБДД, пожарные и врачи скорой помощи. Территорию оцепили. Ее осмотрел кинолог с овчаркой Джесси. К счастью, опасности подозрительный предмет и не представлял кто-то попросту не донес мешок до мусорных баков. Мы выезжаем на такие случаи. Собака работает, обнюхивает данные предметы, своим поведением указывает, нам дает информацию, есть ли там наличие каких-то опасных веществ, взрывчатых, либо их нет. В данном случае собака отработала. Здесь все спокойно и тихо. Около двух часов дня спецслужбы работали на перекрестке Ленина и Сахалинской. Здесь беспокойство у горожан вызвал портфель. За дело взялись также Денис и Джесси. Тревога оказалась ложной. К другим темам. В Хомске продолжаются работы по восстановлению крыши на Первомайской-2. Напомню, многоэтажный дом серьезно пострадал при пожаре в ночь с 13 на 14 апреля. Сейчас погода позволяет вести ремонт в непрерывном режиме. Завершить его планируется к середине мая. Работа ведется. На сегодняшний день фактически крыша уже закрыта стропильной системой на 100%. Закрыта она обрешеткой и изоспаном. Мы работы форсировали для того, чтобы повторно не утопить квартиры по осадкам. Аналогичные работы проходят и в Углегорске, где в минувшие выходные сильный пожар также уничтожил большую часть кровли многоэтажного дома. Доставку стройматериалов в райцентр задержали, поэтому ремонт начался с опоздания. У рабочих напряженный график. Привести в порядок крышу они должны до 1 июня. Когда мы с вами покроем изолированный материал, чтобы дождь не шел, после этого уже немножко будет проще. Там будем мы с вами ставить металл. Там немного. Уже дождь даже если пойдет, но у нас верхние этажи не затопят. Потому что у нас есть временное покрытие, которое спасет от дождя. По словам специалистов, на данный момент погорельцам начали оказывать материальную поддержку. Мы продолжаем следить за судьбой Невельских сивучей. Напомню, ранее на прикваторе экологи обнаружили не менее 11 травмированных животных. Несмотря на то, что путь к ним преграждает вода и защитная стена, человек все равно умудряется навредить морским обитателям. Тяжелые ранения они получают из заброшенных рыбацких сетей, шин и прочего мусора. С каждым годом из-за беспечности людей страдает все больше сивучие. Мы узнали мнение Невельчан о сложившейся ситуации. Сами жители виноваты. Нужно следить за городом. Сборядком в городе надо следить. Мы здесь живем. Зачем мусорить? Плохо, конечно, относимся. Это молодежь что со мной делает? Гуляет, которые бутылки бьют, кидают стекла в море. Сеток с берега никто не кидает. Их кидает с пароходов, с рыболовных. Вот поэтому надо говорить капитанам и травмастерам, что нельзя вот то, что отрезаешь и за борт кидать. Все привозили, сжигай. Как это положено, это так положено. Я читал об этом статью, что много пострадало животным. Надо беречь окружающую среду, очищать. Волонтеры должны какие-то организации работать, чтобы помочь животным. Нужно оценить то, что есть природа в первую очередь. Во-вторых, так думаю, можно, даже не можно, а нужно ввести какие-то санкции по этому поводу. Сильно поранены? Ну тогда уже ничего действительно не сделаешь, если они сильно поранены. Взрослые особи, это трудно им помочь. Если бы маленькие были, может, как-то это ветеринары могли бы помочь, а то это не знаю. Ну это понятно, это жалко. Ну о чем мы сделаем? На Сахалине разрабатывают новую программу по переселению из Ветхого и Аварийного фонда. Она будет рассчитана на ближайшие пять лет. По словам специалистов, ее объемы в два раза превысят показатели предыдущего аналогичного проекта. На острове планируется построить 470 тысяч квадратных метров жилья. Этой теме Олег Кожемяк уделил особое внимание на встречу с главой правительства страны Дмитрием Медведевым. Губернатор отметил, гражданам зачастую неудобно переезжать из центра города на окраины, где нет необходимой инфраструктуры. Была высказана просьба о том, чтобы те земельные участки, которые есть в распоряжении Росимущества, были переданы в область или в город для решения проблемы переселения граждан. Вот в границах, во-первых, в границах действительно того района, где они приживали, чтобы это было рядом, чтобы это было удобно. Вот такую задачу мы поставили, и Дмитрий Анатольевич поддержал это решение. Поэтому соответствующее поручение даны руководству Росимущества. И сейчас мы начнем уже на месте реализовать это поручение. На встречу также подняли вопрос об устойчивом энергоснабжении. Сахалиной Курил сейчас средний износ линии электропередачи и подстанций составляет около 60%. Документ с перечнем необходимых работ был направлен в Минэнерго в феврале этого года. Для модернизации островных электросетей необходима поддержка федерального бюджета. На встречу Олег Кожемяка предложил включить наш регион в действующую государственную программу энергоэффективности и развития энергетики. Дмитрий Медведев инициативу поддержал и дал соответствующее поручение руководству профильного министерства. На Сахалине, похоже, сбылась мечта обороны Минхаузена. Островитянам подарили дополнительный день в году. Правда, это будет не 32 мая, а 31 июня. По крайней мере, именно такая дата фигурирует на паспортах сразу нескольких строительных объектов в областной столице. Всех их объединяет капитальный ремонт фасадов жилых домов на Комсомольской. Завершить реконструкцию подрядчик планирует не иначе, как 31 июня. К слову, где закралась курьезная ошибка, рабочие так и не смогли сообразить. Знаете, что 31 июня не бывает? Нет. А как так получилось? Можете рассказать? Кто вообще составляет паспорта? Ну, начальство у нас. Ну, безобразно. У нас отношение к русскому языку и незнание его, в принципе, становится ужасным. И тем более, когда это вывешивают такие паспорта, это как, я понимаю, что руководитель это или заказчик, или подрядчик. Скорее всего, подрядчик такие вещи. Это говорит не только о его незнании русского языка, но это полностью о непрофессионализме. Стою и не пойму, думаю, что это такое. А, ну, фильм, помните, был, по-моему, 31 июня. Вот как раз по фильму. Мы связались с подрядчиком. Работу выполняет ЖУ-7, где нам пояснили, что, скорее всего, виной всему стал человеческий фактор. Изготовлением паспортов занимался прораб. В ближайшее время информацию на стендах пообещали исправить. Быть здоровым – это модно. На улицах городов появились плакаты, которые агитируют сахалинцев вести активный образ жизни. Пожалуй, только это и остается жителям сел, ведь, по большому счету, врачей там не найти. А до районных центров людям преклонного возраста порой добираться совсем непросто. Но выход есть. Наш следующий сюжет – о путешествии мобильной поликлиники в Шибунино. Нина Андреевна долгое время работала в прачечной на шахте. Женщина признается – это был каторжный труд. Выгребала за горняками всю грязь. Избежать профессиональной болезни не удалось. Суставы теперь не дают покоя. Какое-то время Нина Андреевна занималась самолечением. Но ни к чему хорошему это не привело. Но руки очень болят. Не имею. Вот, пришла за помощью. Люди проработали, жизнь тяжелую прожили. Шахты. Все это у них деформирующие артрозы. Коленных суставов, локтевых, позвоночника. Короче, болит все. Опорно-двигательная система в основном. Кто помоложе, у тех головные боли, стрессовые какие-то ситуации. Вот мы с психиатром вместе общаемся с ними. Жители Шибунина в основном люди в возрасте. Болеют часто. Молодежи здесь немного. Пока есть время и нет страха что-либо менять в своей жизни, парни и девушки стараются переехать в город. Но вот болеть в Шибунина плохо и тем и другим. Своих врачей здесь почти нет. А ездить в Невельск, да еще на общественном транспорте, порой весьма неудобно. Чтобы сдать анализы такие, как кровь, нам приходится ехать в Невельск, лечевать в Невельске. Где-то там что-то у близких, у знакомых. И идти с самого утра и сдавать что-то. Очень неудобно. Сталкиваемся с тем, что на некоторые куда-то нам нужно. Не попадаем, потому что силу автобуса ходят три раза в день. Раз в три месяца в Шибунина приезжают специалисты из Невельска. В пустующих кабинетах они принимают пациентов. Правда, не во всех. Настолько здесь устарело оборудование. Но кое-что медики прихватили с собой. Так, в мобильном комплексе находятся лаборатория, кабинеты УЗИ и гинеколога. Такого кресла жительницы Шибунина еще не видели, уверен врач из Невельска. Ну, я думаю, понравится, особенно по сравнению с тем, что здесь в данный момент присутствовало в Шибунина. Где я стою и стол поддерживаю коленом, чтобы он не упал. Будете смеяться. Кресло даже не заведено в реестре техники его нет, потому что оно больше 30 лет. Она, наверное, мама ее помнит, я не знаю. На прием каждого пациента отведено примерно 15 минут. Но врачи пообещали не уезжать до тех пор, пока очередь из желающих проверить свое здоровье не иссякнет. Молодых парламентариев Сахалина попросили пополнить Википедию. Речь идет об одном из самых успешных в России проектов – виртуальный фронт. Сегодня в материалах свободной энциклопедии содержится не всегда объективная и достоверная информация. События, которые произошли на территории нашего региона, как раз-таки и могут подкорректировать сахалинцы. Напомню, в областной столице с рабочим визитом находится председатель молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева. Она проводит для коллег тренинги и образовательные лекции. Мы будем встречаться с коллегами, молодежными парламентариями Сахалинской области. Мы проведем большой комплекс тренинговых занятий, образовательных лекций, где расскажем и об основах законотворчества, и проектной деятельности, расскажем об информационной работе. В первую очередь мы наладим взаимосвязь с районами. Наша задача – это возобновить, где-то посодействовать становлению молодежных парламентов в муниципалитетах. Это наша первоочередная задача. Первый форум молодых предпринимателей прошел в Южно-Сахалинске. Он объединил людей с разными интересами – владельцев фотостудий, ювелирных мастерских, организаторов детских праздников. В числе участников были как профессионалы, так и новички. Эта площадка стала для последних своего рода ступенью к построению своего дела. По мнению экспертов, правильный совет может привести к успеху. Мы придумали мобильный сервис под названием «Сангид». То есть на данный момент мы создаем бета-версию, которая выйдет уже через месяц. Артем Приходов в свои 25 полон энтузиазма и идей, успешно владеет двумя компаниями. А еще любит путешествовать. Страсть к открытиям навела его на мысль создать мобильный сервис о туристической привлекательности нашего острова. Своеобразный справочник достопримечательностей за пределами города с фотографиями и кратким описанием. А также подробные маршруты с картой. У нас там будет больше 300 мест добавлено. Я все это сам не обошел. Я сам буду ходить там, где люди добавляют. Поэтому будет интересно. Тут мы решаем основную задачу – это популяризация Сахалинской области. Многие любят нашу природу, хотя про нее мало кто знает, сами сахалинцы. И мы поэтому на это акценты делаем. Артем и его коллеги сегодня обмениваются идеями и наработками. Первый форум молодых предпринимателей объединил как профессионалов, так и новичков. Андрей Степнов, к примеру, раскрывает секреты проекта по сейсмическому мониторингу. На веб-сайте публикует оперативную информацию о землетрясениях. Когда землетрясение происходит вблизи крупных городов или, например, два землетрясения подряд, что было недавно, то, конечно, у людей сразу впечатление, что как-то сейсмичность увеличилась. Но мне кажется, на самом деле это не так, потому что много землетрясений происходит вдали от населенных пунктов. И для людей они часто остаются незамечены. Эта площадка для новичков в бизнесе словно ступень к построению своего дела. Именно здесь они узнают, как извлекать прибыль, а не убытки и сплошные расстройства. Мы давно вынашивали идею проведения форума молодых предпринимателей, потому что у нас много знакомых, друзей, которые начинают свой бизнес, хотят начинать его. И вышли с такой инициативой к администрации города. Нас поддержала и торгово-промышленная палата, администрация города, управление молодежной политики, департамент экономического развития. Ну и сегодня мы видим, что первый блин, так скажем, никомам. Мы надеемся, что это начинание будет иметь продолжение. На Сахалине можно себя реализовывать. Это гораздо проще, чем это делать в больших городах, потому что конкуренции здесь меньше. И не нужно ничего придумывать, уже все придумано в Центральной России. Поэтому в этом плане, конечно, гораздо проще и спокойнее можно все осуществлять. Год от года число субъектов малого и среднего предпринимательства, как гласит статистика, растет на 2-3% в областном центре. Это практически в два раза лучше и больше, чем Российская Федерация. Если говорить о занятости людей и молодежи, то у нас вообще в бизнесе сегодня 47% населения занято. Это тоже достаточно хорошая такая цифра. То есть и среда самая благоприятная для развития бизнеса. Организаторы надеются, что уже на следующем форуме участников будет больше, как и интересных идей. Поведение пенсионера стало причиной убытков для Южно-Сахалинской муниципальной транспортной компании. Инцидент произошел на Площади Победы. По предварительной информации, пожилой мужчина захотел, чтобы автобус, следующий по седьмому маршруту, притормозил на удаление от остановки и ударил по стеклянной двери тростью. Замах у пенсионера оказался сильным. Дверь разбилась, и автобус все-таки вынужден был остановиться. На место вызвали полицию. Заявление транспортников сейчас рассматривает УВД. Полицейские же и дадут оценку этой ситуации. А наш эфир продолжает рубрика «Точка отчета». В Южно-Сахалинске в 10-м часу утра на проспекте Мира вот эта иномарка стала причиной небольшой автомобильной пробки. По словам очевидцев, водитель остановился перед светофором, открыл дверь, лег на руль и больше с места не тронулся. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, и пока ее ждали, решили сами проверить, что происходит с водителем. На вопросы тот не отвечал, а в салоне машины чувствовался запах алкоголя. Прибывшие на место медики осмотрели сахалинца. Состояние опьянения они не подтвердили. После оказания первой помощи мужчину отправили домой. С мирных начинаются судебные слушания в отношении 18-летнего местного жителя. Юноша подозревается в тяжком преступлении – убийстве своего ровесника. Трагедия произошла в новогоднюю ночь. По данным следствия, группа молодых людей избила подсудимого во дворе его дома. С целью отомстить обидчикам за избиение, подозреваемый забежал домой, взял кухонный нож. Выйдя на улицу, он увидел потерпевшего, подошел к нему и нанес один удар ножом в область грудной клетки. От полученного ножового ранения молодой человек скончался на месте происшествия. Молодой человек может отправиться в колонию строгого режима на 15 лет. В Южно-Сахалинске выбирали лучших инспекторов дорожного движения. В последние три дня 17 команд показывали свои навыки вождения велосипеда, оказывали первую медицинскую помощь, рассказывали о применении самых распространенных лекарств и, конечно же, соревновались в знании дорожной азбуки. Они обязательно обучаются правилам дорожного движения. Кто-то из педагогов преподает им уроки в течение полугода. Дети приходят достаточно подготовленные. Они знают все правила дорожного движения, которые сдают кандидаты в водители при получении водительского удостоверения. Победителями городского конкурса, как и в прошлом году, стала команда из 30-й школы планировочного района Луговое. Они и занявшие второе место мальчишки и девчонки 23-й школы будут представлять Южно-Сахалинск на областных соревнованиях «Безопасное колесо-2017». Сахалинская полиция и родственники просят помощи в розыске без вести пропавшего 46-летнего южно-сахалинца Артура Вениаминовича Хлыкина. Мужчина уехал из областного центра на заработки в Паранайский район и с тех пор о его судьбе ничего не известно. Его приметы на вид 45-50 лет, рост 189-195 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы. Особые приметы – челюсть смещена в левую сторону, на теле много татуировок. Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба позвонить по телефону, указанным на экране. Все взрослые деревья, которые растут на участке Комсомольской от Компроспекта до улицы Поповича, будут ликвидированы. Их сохранение проектом не предусмотрено. Об этом мэру города рассказали подрядчики реконструкции. На их месте они планируют высадить молодые саженцы и кустарники. Подобные инициативы Сергей Надсадин счел неудачными и отметил, что зиму такие насаждения могут просто не пережить. Надо пересмотреть эту часть проекта с тем, чтобы там, где высадка деревьев должна произведена, она должна произведена уже нормальными деревьями, крупномерами, как минимум 2,83 метра. И в диаметре, конечно, значительно больше, чем то, что предусмотрено. В целом же реконструкция пока идет по намеченному графику и нареканий у властей не вызывает. Масштабную стройку они обещают регулярно проверять. Напомню, под улицей Комсомольской заменят все инженерные сети, включая ливневку, построят новые пешеходные зоны и четырехполосную дорогу. Здесь застройщик использует технологию с применением геотекстиля, высокопрочного и долговечного синтетического материала, дармита, от российских производителей. Он уже успешно применялся при ремонте Ударной, Октябрьской и улицы Лермонтова. Материал современный, нетканный материал, который усиливает несущую способность дорожной одежды. Произведем выборку земли, основания, пункта оснований. На низ уложим дарнит и уже сверху будем засыпать несущие слои дорожной одежды. На сегодня это все. Эти и другие новости найдете на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.